Хохотушки-веселушки! Говорушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуждалки-игралки! С нами праздник каждый день! Передача День Пельмень! Всем привет! Это самая яркая, веселая, непосредственная передача День Пельмень! И ее такие же яркие, озорные ведущие! Привет, ребятки! Привет! Ну что, готовы веселиться? Да! Угадайте, какой день мы будем отмечать сегодня? День Патягужа! День зевалок! Правильно, вы угадали! Сегодня у нас День Зевалок! Скажите-ка мне, почему человек зевает? Потому что ему не хватает воздуха на одну секунду! Потому что он устает и хочет спать! Верно, а ты как думаешь? Потому что воздух пытается вырваться наружу! Потому что так скучно бывает на уроках! И поэтому хочется зевать! На самом деле при зевании дыхательные пути расширяются, и мозг получает большую дозу кислорода! Зевая, человек расслабляется, снимает напряжение и усталость! Так что не стоит обижаться на товарища, если он зевает в вашей компании! Это значит, что ему хорошо, и он отдыхает! Как вы думаете, а животные тоже зевают? Да! Да. Я видел в деревне у бабули корову, которая так сильно открыла рот, что еще у нее был звук «бу». Это точно было зевание? Я думаю, что да. Я видела кошку, которая зевает. Ну и собаку тоже. Верно. Животные тоже зевают. Вот Лань, например, это делает во время движения стада. Так она дает понять, что она устала, и нужно сделать остановку. Зевание очень заразное. А давайте проведем эксперимент. Я сейчас зевну специально, и мы узнаем, кому из вас тоже захочется зевнуть. Ну что, кто зевнул? Я. А вы не зевали? Я зевнула. А как вы думаете, почему зевание такое заразное? Потому что воздух переходит из одного человека в другого. Потому что, когда человек один раззевает, другой человек, думаю, что он говорит ему тоже так же зевнуть. Давайте посмотрим, кто из вас сможет зевнуть слаще всех. А кому-нибудь из вас залетала муха во время зевания? Нет. Тебе залетало? Да. И что случилось потом? Она у меня тут жужжала в щеках. А ты не испугалась? Нет. Какая ты смелая. Ребята, а какой звук можно издать во время зевания? Мама. Мама. Дай котлеты. Ты зевнула, как мой кот. Ты так зеваешь на уроке русского языка? Нет. А вас ругают учителя в школе за зевание? Ну, я в садике, но меня все равно лагает. Меня нет. Они просто, наверное, не видят, что ты зеваешь. Потому что я сижу на самой задней парте. Класс. Хоть я и сижу за первой партой, меня никогда не ругали за зевание. У тебя очень понимающие учителя. Ребят, как вы думаете, кого можно назвать чемпионом по зеванию? Бегемота. Потому что у него огромная пасть, и он может так широко зевнуть, что проглотит даже вот оченный шар. Моего папу. Он очень часто зевает? Не часто, но очень много. Я думаю, что меня... Ну и напоследок. Ребята, давайте попрощаемся с нашими зрителями в зевке. Пока-пока. 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 Пока-пока.